Ребят, всем привет и доброго времени суток! Вы находитесь на канале Земцов Вижн и сегодня мы говорим о выборе подсака. Подсак это один из наиболее важных аксессуаров рыболова и в частности спиннингиста, поэтому без него никуда. Я использую подсак уже более 15 лет, соответственно есть опыт в вопросе того, какие подсаки лучше, какие параметры следует учитывать при выборе этого аксессуара и многое другое. Что ж, говорим о выборе подсака. Поехали! Перед началом видео я хочу напомнить, что также у нас есть второй канал, где я рассказываю о заработке в интернете, об инвестициях и показываю статистику вот этого своего канала и сколько я зарабатываю на нем. Если вам интересно такое видео, то переходите по ссылке в описании и на второй канал смотрите и подписывайтесь. Первое, с чем вы должны определиться перед приобретением подсака, это то, для какого вида вы будете его использовать и то, какой длины рукоять вам понадобится. Как правило, рукоять подсака может быть длиной от 30 сантиметров до 5 метров. Подсаки с рукоятью длиной от 30 сантиметров до 70 используются при нахлыстовой ловле, либо, в принципе, при ловле в забродку, когда нам нужно взять подсак с собой в воду и при этом быстро и легко привести его в рабочее положение. Подобный подсак, как правило, крепится к обмундированию рыболова при помощи карабина либо магнитного держателя. Подсаки с длиной рукояти от метра до полутора до двух метров подойдут вам в том случае, если вы ловите с лодки. Вы находитесь довольно близко к вываживаемой рыбе, а поэтому слишком длинная рукоять вам не нужна. Кроме того, подсачивание с длинной рукоятью с лодки может быть затруднено, потому что сама лодка также имеет довольно небольшой размер, как правило. А вот подсаки с длинной рукоятью длиной от полутора метров и до пяти используются при ловле с берега. При этом, если вы ловите с обрыва, если, в принципе, на каменистом месте, либо если вы ловите, допустим, маховыми длинными удилищами, то, конечно же, чем длиннее будет рукоять подсака, тем удобнее вам будет добираться до рыбы и подсачивать ее. А вот с короткой рукоятью вы просто иногда можете с обрыва не дотянуться до воды. Продолжая говорить о рукояти подсака, следует обратить также внимание на материал, из которого она изготовлена. Самый популярный, распространенный и бюджетный вариант – это алюминий. Алюминий – это довольно неплохой вариант. Он сравнительно немного весит и для подсаков длиной до двух метров, какими, в принципе, является большинство подсаков, которыми пользуются рыболовы-любители. Это именно то, что нужно. Помимо этого, можно обратить свое внимание и на подсаки, имеющие пластиковую рукоять. Это некий промежуточный вариант. Ну, а наиболее популярный, допустим, для той же мирной рыбы при маховой ловле – это рукояти из композитных материалов с применением того же самого углепластика, из которого изготавливаются и удилища. Соответственно, такой подсак будет стоить дороже, чем подсак с алюминиевой ручкой. Но в то же время он легче, но не стоит забывать, что он также при этом и более хрупкий. Поэтому такие вот подсаки – это все же узконаправленная ниша, и они подойдут уже для опытных рыболовов. Рукоять подсака может быть цельной и разборной, многосекционной. В данном случае у меня в руках многосекционный подсак. Мы можем расконтрить специальную гайку и вытянуть подсак на вот такую вот довольно значительную длину. Конечно же, каждый такой элемент на самом деле – это деталь, которая делает в принципе конструкцию подсака слабее, поэтому чем их в конструкции меньше, тем лучше. И цельный подсак, конечно же, будет опять же надежнее. Рукоять точно не сломается, но в то же время транспортировать подсак с цельной рукоятью не так удобно, как вот такой вот складной. Далее следует выбрать форму головы подсака. Голова подсака – это непосредственно сама рама, на которой крепится у нас сеть подсака. Как правило, головы подсака бывают трех форм. Это треугольные, как в данном случае, это квадратные и это круглые. Подсак с круглой головой лучше всего приобретать тогда, когда вы ловите с лодки. В таком случае максимальная площадь будет задействоваться непосредственно во время вываживания. Вот такие же треугольные подсаки, либо подсаки с квадратной головой лучше подходят для береговой ловли, когда вот эту вот кромку можно прижать к самому дну. То есть рыба уже никуда не денется. Подводим рыбу к подсаку и просто плавно его поднимаем. Рыба оказывается в сетке. Также головы подсака могут иметь разборную конструкцию, допустим, как в этом случае, когда мы можем очень быстро и легко сложить подсак в его транспортировочное состояние. И цельные головы. Соответственно, цельные головы, они более крепкие, выдерживают большую нагрузку. Но, как правило, рыбаками-любителями применяются вот такие вот складные подсаки. И также следует обращать свое внимание на конструкцию вот этого вот стоподного элемента, поскольку чем он надежнее, тем, соответственно, надежнее сам подсак. А если вот этот элемент будет слабым, то вполне вероятно, что на большой добыче подсак просто поломается. Следующее, на что мы должны обратить свое внимание, это материал, из которого изготовлена сеть подсака. В настоящий момент существует три основных варианта. Это леска, обычная монофильная леска. Это капроновая сеть, как сейчас в данном случае. И это сеть силиконовая. Сеть из лески менее прихотливая, и в то же время она не путается во время того, когда рыба прыгает внутри подсака. Сетка из лески лучше всего подходит для ловли хищника. Но в то же время она наносит довольно существенные повреждения рыбы, и поэтому отпустить ее безболезненно в родную стихию, скорее всего, уже не получится. Поэтому использовать сетку с леской следует в том случае, когда вы собираетесь забирать рыбу домой. Капроновая сеть – это более щадящий вариант. Ловить с такой сеткой можно как хищника, так и мирную рыбу. И, в принципе, такие вот сетки стоят на большинстве подсаков, которые вы можете встретить в магазинах. Ну и силиконовая сеть – это выбор профессионалов. Подсаки с силиконовой сетью, в частности, очень популярны в карпфишинге. И в тех видах ловли, когда подразумевается то, что добычу вы будете отпускать. И целью стоит ее максимально безболезненное извлечение из водной стихии, допустим, замер, снятие весовых характеристик и то, что дальше вы ее отпускаете обратно в водоем. Ну и что касается размера ячеек сетки, Крупная ячейка более удобна, в принципе, при подсачивании, поскольку она практически не сопротивляется в воде. И вы можете маневрировать подсаком, можете быстро сменить его точку, можете даже просто догнать таким подсаком рыбу. В то же время вот такая вот мелкая ячеистая сеть, она очень сильно парусит, и быстро перемещать ее под водой у вас не получится. Подсаки с крупной ячеистой сетью лучше всего подходят для ловли хищника. Опять же, потому что в случае с ловлей хищника мы имеем крупные крючки, большие тройники, которые торчат из пасти рыбы, которые попадают в сетку. И если такой тройник запутывается в крупной ячеистой сети, то этот вопрос можно быстро решить. Но если же тройник запутается в подсаке с мелкой ячеей, то вы рискуете час своего драгоценного рыболовного времени провести, распутывая вот эту вот самую сетку. Но в то же время мелкая сеть идеально подходит для ловли мирной рыбы, поскольку она не травмирует добычу, поскольку вы имеете возможность отпустить рыбу после ее поимки. Ну и, конечно же, мирная рыба сопротивляется намного слабее, чем хищник в большинстве, по крайней мере, своем. И поэтому она без труда заводится вот в такой вот самый подсаке. Ну и в качестве финала мое личное мнение. Если вы собираетесь ловить хищника с лодки, то выбирайте подсак с алюминиевой ручкой, с круглой головой и с крупной ячеистой сетью. В частности, можно из лески, либо толстой капроновой нити. Если вы собираетесь ловить того же хищника с берега, то все то же самое, только голова должна быть не круглой, а вот такой вот треугольной, либо квадратной. Если же вы собираетесь ловить мирную рыбу, то приобретайте подсаки, имеющие мелкую сеть и имеющие треугольную, либо квадратную голову. Что ж, ребят, ну а если это видео было для вас полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем счастливо!